Привет друзья. Это уже 888 выпуск интересных новостей из мира железа, поэтому заваривайте чаёчек или кофеёчек и полетели посмотрим, что там произошло новенького. Современные топовые видеокарточки практически всегда очень большие и тяжёлые, что повышает риски повреждения карты в месте разъёма, поэтому Gigabyte решила усилить свои адаптеры. Теперь версии 1.1 видеокарточек RTX 4080 и 4090, а также RTX 4000 Super имеют несколько иную форму печатной платы в месте разъёма. На том месте, где ранее был вырез, теперь наоборот появился дополнительный элемент текстолита. И видимо расчёты Gigabyte показывают, что именно вырез служил причиной появления трещин. Само собой разумеется, что всегда можно использовать с топовой видеокартой дополнительный упор, но в комплекте он поставляется довольно редко, а многие обычные пользователи даже не знают о существовании таких аксессуаров. Компания SciCom представила видеокарточку RTX 4080 Super, которая оснащена гибридной системой охлаждения и к тому же уж очень необычная. Система охлаждения тут сочетает как крупный кулер с тремя вентиляторами, так и водоблок внутри этого кулера. А к водоблоку само собой подключается внешний радиатор, который имеет два вентилятора Noctua. Ещё тут стоит отметить строительный уровень сбоку видеокарточки, но такое мы уже видели в других моделях. Ну а SciCom сама продаёт эту модель в составе готового ПК серии G Master Hydra. Топовый ускоритель NVIDIA GH200 вообще предназначается для серверного применения, но в интернет-магазине GPT-Shop его начали продавать в розницу в составе готовой рабочей станции. Сам по себе GH200 сочетает центральный процессор Grace с архитектурой ARM на 72 ядра и поддерживает до 480 ГБ памяти типа LPDDR5X. По соседству с ним на плате располагается графический процессор H200, который является натюненной версией H100 и содержит 16896 ядер CUDA. Сам интернет-магазин даже позволяет выбирать между модификацией ускорителя как с памятью HBM3, так и с более новой версией HBM3e, которая ещё и предлагается в большем объёме. В качестве операционной системы этой рабочей станции может использоваться только Ubuntu, и рассчитывать на игровое применение такой малышки просто бессмысленно. Также можно отметить, что вентиляторы от Noctua здесь напиханы абсолютно везде, где только возможно. И поэтому эта система скорее всего очень сильно греется и шумит. А стоимость её составляет 41 500 долларов. Ну а если вы искали видеокарту для 2К гейминга, то рекомендую присмотреться к RX 7800 XT на мегамаркете, за которую дают немало бонусов спасибо. Также очень интересной моделью из уже бюджетного сегмента можно выделить RX 7600, которая постепенно дешевеет и уже продаётся за 34 000. А если вы делаете сборку на свежих интеллах, то вот такой тамагавк точно не будет лишним, тем более если учитывать его цену с учётом бонусов. Ссылки на все товары я как всегда оставил в описании. В сети появились новые подробности о будущих видеокартах AMD поколения RDNA 4, которые могут выйти уже в конце этого года. Согласно данным закон Мура мёртв, топовым решением нового поколения будет GPU Navi 48, и название на самом деле не очень понятное, так как по текущим принципам наименование это что-то сверхбюджетное. Но он утверждает, что это не так, и это будет именно предтоповый GPU, если оценивать его по меркам нового поколения. И вероятно он ляжет в основу видеокарты RX 8800 XT. Сейчас ожидается, что производительность этой модели будет примерно между RX 7900 XT и 7900 XTX, и ранее мы слышали, что такая карта может стоить около 600 долларов. Ещё сообщается, что GPU будет производиться по улучшенному техпроцессу TSMC N4P, а площадь кристалла, который будет монолитным, составит около 300 или 350 мм квадратных. Данная видеокарточка должна получить 256 битную шину и вероятно память GDDR6 с частотой 20 Гбит в секунду. И если учитывать ширину шины, то это вероятно 16 Гбит. Инсайдер отдельно оговорил момент относительно памяти GDDR7, которая должна появиться уже в этом году. И для топового чипа Navi 41, который был отменён, планировалась поддержка как раз нового типа памяти, но пока нет данных о том, чтобы такую память использовали для младших адаптеров. Что касается выхода этой видеокарты RX 8800 XT, то сейчас он запланирован на четвёртый квартал этого года. Хотя есть небольшая вероятность выхода в третьем квартале, либо вообще в первом квартале 25-го. Ещё есть данные про чип Navi 44, на котором будет основана младшая видеокарта нового семейства. И возможно ей будет RX 8600. Производительность этой модели будет лежать где-то между RX 7600 и RX 7800 XT. Но это на самом деле очень широкий диапазон, поэтому особого понимания он не даёт. В любом случае Navi 44 получит 128-битную шину, т.е. у видеокарты может быть либо 8, либо 16 ГБ памяти, а площадь кристалла составит всего 210 мм2, что сопоставимо с Navi 33. На фоне бума искусственного интеллекта возрос не только спрос на ускорители, но и на память HBM, так как она используется в большинстве таких ускорителей. По данным исследовательской компании Yoli Group, средние отпускные цены на чипы HBM в начале этого года были в пять раз выше, чем на обычные чипы памяти DRAM. Такая информация в принципе открывает глаза, почему многие производители не используют память HBM, а используют привычную DRAM, потому что она банально в пять раз дешевле. Китайские видеокарты Moorthreads, MTT, S80 и S70 никак нельзя назвать мечтой геймеров. Однако компания, как и Intel взялась за этот сегмент впервые. И вот большое сравнение данных адаптеров с использованием свежего и первого драйверов показало, что разница в ряде игр просто колоссальная. В некоторых случаях речь идёт о приросте в трое, правда в других случаях разница хоть ощутима, но всё же заметно меньше. Ещё стоит напомнить, что Moorthreads оптимизирует своё ПО под конкретные игры, и список этих игр весьма невелик, но заслуг компании это всё равно не уменьшает. И конечно же стоит отметить, что видеокарты очень сильно подешевели. И, например, S70 в Китае уже можно купить всего за 130 долларов, а S80 отдают за 200 долларов. Судя по всему, в Windows 11 вскоре появится собственная интегрированная технология апскейлинга Super Resolution. И её существование обнаружили в инсайдерской сборке 24H2. В описании этой функции сказано, что она будет использовать EE для того, чтобы повышать производительность в играх, но также будет работать и в приложениях. Если мы говорим про игры, то это может быть аналог программной технологии AMD Radeon Super Resolution, который встроен в драйвер AMD. А вот что касается приложений, то на ум первым делом приходят медиапроигрыватели для просмотра какого-то контента, где может понадобиться апскейл. И важно отметить, что работать новая функция Windows будет на тех системах, где у процессоров будут аппаратные блоки NPU. Но вероятно можно будет задействовать и тензорные ядра в видеокарточках RTX. Друзья, ну а я бы хотел в очередной раз прорекламировать свой новостной телеграм-канал, где новости выходят чуть раньше роликов и выходят в более коротком варианте. Ссылочка на него как всегда лежит в описании, поэтому не забывайте переходить и подписываться на новостную телегу. В сети появились характеристики будущего топового процессора Core i9-14900KS, который сможет работать на частоте до 6,2 ГГц. Значение Power Limit 1 у этого процессора будет 150 Вт, но максимальное потребление достигает 410 Вт, хотя в среднем потребление пониже и заявлено как 330 Вт. Максимальная температура со всеми ядрами Пи, которые работают на частоте 5,9 ГГц, заявлено как 101 градус по Цельсию. Поэтому охлаждать этот процессор придется нормально так. В любом случае для обычного обывателя покупать версию KS не имеет никакого смысла, ведь это тот же 14900K, но просто чуть более удачный вариант с более большими частотами. На сегодняшний день мы знаем, что заводы по производству полупроводников по современным техпроцессам могут стоить миллиарды долларов. И вот глава OpenAI Сэм Альтман ищет инвестиции для постройки фабрик, специально предназначенных для производства чипов для ускорителей искусственного интеллекта. Wall Street Journal сообщает, что проект якобы может потребовать от 5 до 7 трлн долларов. И сколько фабрик согласно проекту главы OpenAI можно построить на такие деньги, тут не сообщается. Чтобы понять насколько гигантская эта сумма, стоит сказать, что вся полупроводниковая промышленность в целом в прошлом году заработала 527 миллиардов долларов. И еще стоит отметить, что новыми фабриками фактически будут управлять уже существующие компании, которые специализируются в этой области. И в первую очередь это конечно же TSMC. И вполне можно предположить, что проект явно ориентирован на постройку не только самих фабрик, но и инфраструктуры, включая энергетическую. В любом случае, если Altman вольет в эту отрасль от 5 до 7 трлн долларов, то вероятно дефицит чипов на этой планете просто исчезнет. И на этом же моменте ролик подходит своему завершению, поэтому не забудьте оценить его лайком или дизлайком, а также не забывайте заглядывать по ссылочке и подписываться на мою новостную телегу. За финансовую же поддержку через мой бусти, я как всегда говорю вам всем огромнейшее спасибо. До скорого, друзья!